Откуда у них возникли такие мысли, откуда появился этот пафос создать свою республику? Конечно, они наивно подумали, что Россия их сразу защитит, ведут войска. Знаю СССР, что мы делали в Венгрии, что мы делали там, где мы высаживали. Мы уже другая страна, мы себе позволить этого не можем, просто не можем конкретно в другие времена. Они в это поверили, поэтому пошли в бой довольно так, бесшабашно. Сейчас ситуация такая, что эти люди, обычные люди, они заложники ситуации, а боевикам, если называть их боевики или защитники Донбасса, им отступать некуда. Я вам скажу, что этих людей можно называть героями. Это мужественные, отчаянные люди, идущие на смерть. Не мы определяем, кто герой, кто не герой, да, вот лидеры ополчения, для части людей герои, а для части нет, антигерои. Я считаю, что те люди, которые бьются сейчас за русский мир там, в Донбассе, да, уже герои. Конечно, среди них много всяких разных людей, я уверен, я бы не стал бы их героизировать вот всех от начала до конца. Но те мои знакомые, которые пошли по твердому убеждению, у меня такие есть, я думаю, что никакого там расчета не было. Они четко знали, они бросали свой бизнес, они четко знали, ради чего они туда идут. Если это будет Донецкая республика, и что? А люди, кто там будет жить? Они сейчас все убегут, обычные, нормальные, гражданские люди. Кто там будет жить?